Обычно вот как раз мы выходим туда, в эту арку, но здесь я, во-первых, хочу вам показать прекрасную избушку, не на курьих ножках, правда. Вдруг у тебя такая же вырастет потом, мама тебя убьет. Вельком Тузы Констракшн Жил когда-то человек, у которого были прекрасные дома и в городе, и в деревне. Золотая и серебряная посуда, кресло, украшенные шитьем, золченые кареты. Но, к несчастью, у этого человека была синяя борода, и она придавала ему такой уродливый и страшный вид, что не было ни женщины, ни девушки, которая не убегала бы, завидев его. Чего ты не убегаешь? А-а-а! Сказка не ложь и в ней не намек. Ну что, сегодня очередная проходочка такая с открытым пупком, назовем ее так. Так, здесь у нас два монумента, мы находимся в Никольском саду, где вот там я обычно на турничках вешу, когда я не живу в Сестроревске. Вот, 17-19 год, жертвы первых убийств. Тут вот есть, например, товарищ Мясников, именем которого названа улица возле рынка, к которому мы выйдем. Был убит возле дома номер 9 по Крюкову каналу, эсерами, между прочим. А вот это одно из печальных, конечно, событий. Стелла, посвященная гибели броненосца Александра Третий, когда погибла вся команда. И командовал этим броненосцем Николай Бухвостов. Он был потомком того Бухвостова, который первым побежал записываться в Преображенский полк, потешный полк Петра Первого. И поэтому был назван первым русским солдатом. И известна фраза Бухвостова, которую он произнес, выходя еще отсюда, с Кронштадта, что мы все погибнем, но не сдадимся. Так оно и произошло. Погибла вся команда. Броненосец был новенький, с нуля. Он был заложен в 1900 году. В 1901-м спущен на воду, в 1903-м введен в эксплуатацию. В 1905-м благополучно потонул. То есть вот так вот мы распоряжались нашими ресурсами. И как это отображалось в японских всевозможных историях. Ну вот так вот, например. В данном случае это адмирал Макаров. Или вот видите, рыбы пируют на дне, поедая наших моряков. Тут масса карикатур такого характера. Вот, очень жесткая, например, видите. Вбивают нашими же броненосцами. Это имеется в виду порт Артур. Затыкает нам пасть. Интересно, что потом большинство из этих кораблей было поднято. И вошло непосредственно... Вот, отличная карикатура. Мне очень нравится. Видите, это наш царь Николай II балансирует. Эта книжка продается у меня на сайте. Она рассказывает про именно пиар-компанию. Как вот Япония подавала события в США и в Англии. И за счет чего, на самом деле, она победила в этой ситуации. Не только за счет военного и тактического преимущества. Но еще за счет грамоты, проведенной пиар-стратегии. Когда, напав без объявления войны, они заслужили симпатии за океаном. Этому была посвящена, на самом деле, целая, как я уже сказал, компания. Здесь у нас колокольня Никольского собора. Она сейчас в лесах. Никольский собор скрывается у нас за деревьями. Морской собор кафедральный. Он был построен здесь, потому что здесь была морская слобода. Да, колокольня это прекрасно смотрится на фоне Крюкова канала. Семен Крюков был подрядчиком. В пушкинское время прорывал этот канал. И его именем этот канал, собственно, и был назван затем. И данный собор, он характерен тем, что он никогда не закрывался. Даже в советское время, до открытия морского собора в Кронштадте. Это был главный, опять-таки, морской собор. Интересно, что там внутри нельзя фотографировать, снимать. Я спрашивал у настоятеля. Он сказал, что была попытка кражи икон. И когда этого человека поймали, увидели у него картинки в компьютере. Он рассматривал эти иконы, их местоположение. Поэтому запрещено. Но над многими из этих икон и над самим собором, там и случезарная дельта, я спросил, зная про биографию Саввы Чевакинского, ну и, собственно, заказчиков этого храма, спонсоров главных, Демидовых, имеет ли это отношение к масонству. Настоятель сказал, что нет, Богдан. А вот посоветовал мне обратиться к одному из батюшек. Батюшка вскоре сказал, что возможно. И батюшка был историк. Я об этом уже упоминал. Вот это у нас дом Причта. Ну, то есть, грубо говоря, то здание, где живут у нас работники, в данном случае, собора. И это очень кинематографичное место. Ну, вот, например, да, если мы пройдем дальше и посмотрим на эту панораму, фильм 1977 года «Женитьба», который снимался в этих же краях. Вот я вам сейчас подставлю небольшой из него отрывок. Либо, ну, это уже надо будет перейти туда и там показать, мы там сейчас окажемся, фильм «Нос» Ролана Быкова через этот мост, соответственно, едут сани, при том, когда уже все было растаявшее. Чего ж восху-то в санях? Мы переходим мост, о котором на самом деле очень долго просил, ну, буду говорить, не причитат Никольского собора, потому что им было неудобно обходить этот собор. Но построен он был только в советское время. И, соответственно, с его возникновением возникла та самая семимость, о котором я скажу чуть позже. Это у нас Никольский собор, тоже киношное на самом деле место. Вот туда мы не пойдем, но если представить себе, как главный герой фильма «Шинель» идет вдоль ограды, сейчас я подставлю эти кадры. То на заднем плане вы видели как раз Никольский собор на фильм «Черно-белый», поэтому вы могли его и с самого начала и не сличить. У меня с собой есть несколько картинок. Ну, я какие-то картинки буду подставлять вживую, а какие-то нет. Вот, например, такая замечательная иллюстрация, показывающая, как этот собор выглядел когда-то. И вот такая пасторальная абсолютно картина жизни. Вот видите, дрова везут. Вообще мы сегодня об этом еще поговорим. Далее у нас... Это лансеры. Это уже вид на Никольский рынок непосредственно. Это фотография. Обратите внимание на столб телеграфный. Цветопередача не совсем верная. Это, видать, в режиме снято. Ну и плюс все. А вот это Паттерсон. Бенджамин Паттерсон. Серия его известных картин. Вот это тот мост, который вы видите. Мы сейчас на него отправимся. Он вот там у нас находится. Что у нас тут еще есть? Да, а эта картина, на самом деле, вы все прекрасно знаете. Тройка – это вообще-то Рождественский холм и Рождественский монастырь. Это Москва, да? Пировская Тройка. Почему я ее здесь показываю? У меня был об этом отдельный выпуск. Дело в том, что здесь, если верить вот этому замечательному краеведу, а про эту книжку я тоже сегодня скажу, Павел Яковлевич Канн, да, вот здесь конкретно находился у нас рынок, где можно было прикупить себе воровую девку, повара, кучера, семью. Цены начинались, как правило, где-то от 200 рублей, если говорить про конец 18 века. И очень часто мы можем столкнуться с таким мнением, что крепостное право было не рабство. Я постоянно с этим раньше сталкивался, сейчас как-то поутихла эта тема с обсуждением. Но у меня есть масса здесь примеров, но самый известный – это, его, конечно, надо цитировать в Петергофе, когда строился павильон Эрмитаж, вот дословно цитирую Петра Первого. Не должны иметь рабов свидетелями того, как хозяин ест и веселится с друзьями. Они – переносчики вестей, болтают то, чего и не бывало. Имеется в виду, что там был такой подъемный стол, благодаря которому можно было обедать без слуг. Вот это вот та самая семимостя. Здесь надо, если верить гидам, встать, я не знаю, попрыгать вокруг ножки, точнее на одной ножке вокруг своей оси. Ну вот, собственно, там, судя по всему, примерно такой и втюхивается в данном случае. Но чтобы исполнились более простые желания, не нужно прыгать вокруг собственной оси на одной ножке. И вообще можно не отрывать заднюю точку от сидения. Обычно я напоминаю петуха, когда хожу вот с таким гребнем разноцветным. Но сегодня мы встретились с моим коллегой-брендом. Даже корпоративные цвета практически сошлись. Я очень много потребляю курицы. Прежде всего, потому что стараюсь вести не то, чтобы здоровый образ жизни, но потреблять как можно меньше жирной пищи. Вот этот выпуск я монтировал, например, под куриные котлетки. Правда, с гречей. Не удивлюсь, если вы смотрите этот выпуск, что-нибудь пожевывая. В этой связи сообщаю, что у жителей Петербурга появилась возможность заказывать продукцию птицефабрики Северной напрямую от поставщика. Здесь присутствуют все производные от курицы в кулинарном аспекте. Есть пункт самовыза рядом со станцией метро Старая Деревня. Ну а если до 14 сентября вы скажете секретное слово «перец», то вам подарят коробочку киевских котлет. Ссылка на сайт, где вы можете со всем этим ознакомиться, есть внизу в описании под этим видео. Ну а вам приятного аппетита. Поскольку самое время вернуться на Семи мости. И действительно, если встать вот сюда, пойдемте. Здесь вот мы можем видеть два моста. Туда мы можем видеть еще два моста. И туда мы еще можем видеть мосты, которые мы сейчас посмотрим. И вот там вот мост у нас соединяется. Да, и это у нас изображено вот как раз этот мост вот на этой книжке. Это хрестоматийная книга, с которой, собственно, начинается, ну, я не знаю, учеба любого экскурсовода. Ну, по крайней мере, в такие постсоветские времена это было. Ну, давай сейчас еще раз покажем. Я хочу показать мост, где мы... Но новый переход из старой сцены в новую. Вот там вот вдалеке мы там стояли с Маэстро Скороходовым. И он как раз рассказывал про вообще восьмимосты, да, хотя известно, что это у нас семимосты. Вот здесь я один раз припарковался. Примерно в такой же ситуации, как сейчас. Сейчас у нас пятница, будний день, самый разгар рабочего дня. И была частная экскурсия. Сейчас я частные экскурсии практически не вожу, а тогда активно их проводил. И москвичи мои ошалелые такие говорят, что ты припарковался днем в центре Петербурга бесплатно. Я говорю, да. Он занял свой город. Ну, когда-нибудь эта тема, конечно же, уйдет. Но вот пока вот так вот. Мы с вами идем к дому, который известен несколькими вещами. Прежде всего, он известен тем, что там в доме... Кто он ему получался, да? Наш Хвостов Дмитрий Иванович. Или Иван Дмитриевич. Я даже не помню, как его точно назвали. Он был вообще-то большим чиновником и имел свой собственный дом за номером 23 по Крюкову каналу. Здесь у него останавливался его родственник, вам не безызвестный, которому здесь висит мемориальная доска. Вот она, собственно. Ну, вот в этой книжке, на самом деле, Павел Яковлевич Кан характеризует Хвостова. Вот что он тут указывает его. Да, Дмитрий Иванович, он, конечно, Д.И. Хвостов. Это признак графоманства графа Толстого. Потом было доказано, что ему эти слова на самом деле не принадлежали. Но в тот момент, видать, Кан не обладал такой информацией. Я, кстати, в юности думал, что графоман – это что-то такое, ну, почетное, аристократическое. Ну, граф, да, на самом деле, это человек, который образописец Писака. И у Пушкина есть фраза «Граф Востов, поэт любимый небесами, уж пел бессмертными стихами несчастья Невских берегов». Это уже у нас «Медный всадник». И у Суворова не было своего жилья, понятное дело, в Петербурге. Он вообще Петербург не любил. Он был максимально абстрагирован от всей этой придворной темы. Кстати, еще вспомнил один кадр. Вот там вот как раз у нас вырисовывается галерея Никольского рынка. Я вам сейчас подставлю еще один кадр из «Шинели», которая была снята там. Папенька! Спасибо, папенька, иди домой. Прощай. Нет, не того. Вот. Ну и, соответственно, про Хвостова ходила такая байка, что Крылов идет по летнему саду, встречает Хвостова. А его все просили, ну не пиши ты больше. Ну, или если уж пишешь, то как-то старайся дистиллировать свое творчество. И Суворов его об этом умолял. Крылов идет по летнему саду и захотелось ему, ну, так сказать, в туалет номер два. И он коллеге самому написал что-нибудь? Он говорит, да, написал. Он говорит, ой, чудесно. А есть еще. И Хвостов, обрадованный такой востребованностью своей литературы, дал ему еще несколько листков, которые Крылов, собственно, и употребил по назначению. Ну, это у нас такой есть собиратель байк Синдаловский, который прошерстил Пыляева еще две книжки и, собственно, собрал это все воедино. Уверяет, что Суворов умер вот здесь, где балкон. Ну, естественно, гроб его не проходил, но крикнули, Суворов везде проходил, здесь пройдет. И его вынесли. Похоронен он. Здравствуйте. Здравлюсь я вам. Цветовая гамма очень интересная. Вот. Видите? Вот этот оттенок синего. Синий-синий и не лег на провода. Помните такую песню? Ну, ладно. Главное, что вам нравится. Спасибо. Да, спасибо. Так, мы с вами идем дальше, потому что, когда Павел Яковлевич Кам писал эту книжку, он, естественно, тут писал и про Ленина, и про народовольцев и так далее. И он писал про то, что здесь располагалась лахтинская типография. Это уже у нас самый конец 19 века. Дело в том, что, почему лахтинская? Потому что она потом отсюда переехала в Лахту. И там ее накрыли полицейские, поэтому она получила название лахтинской. Кстати, к этой лахтинской типографии имеет отношение Распутина, про которую я рассказывал в экскурсии, где была речь про покушение на министра юстиции Щегловитова. Рассказ о семи помешанных, помешанных, оговорочка по Фрейду, повешенных, но они и помешанные отчасти были, Леонида Андреева. Да, так вот здесь еще он пишет, что были братья Тулуповы, портной и слесарь, и они вот как раз у них была портняшская и слесарная мастерская, они здесь вот печатали эти прокламации. При том, что здесь уже был извлочащий двор на тот момент, а сосед, как пишет Канн, был сапужник и агент уголовного розыска. Их это сначала смутило, а потом они выяснили, что он пьяница и дурак. Ну подожди с кисой, подожди, я хочу показать, во-первых, тут тоже, кстати, киса есть, да, видите, луч солнца золотого. То есть это изнанка этого дома, то есть это дом, где действительно умер Суворов. Представляет собой вот такой вот замечательный вид. Ой, как она скакнула-то, а. Вот тут люди выкупили квартиру и сделали, видать, нормальный ремонт. А на первых этажах у нас вот все вот так. Ну и, конечно же, туристам, а сюда привозят туристов, естественно, к этой мемориальной доске, им не приходит голову пройти внутрь. По инициативе жильцов здесь были повешены вот эти три. Ну их можно назвать мемориальными досками, да. Три человека, которые были репрессированы. Эрих Лиль, полиграфист, Николай Зайцев, товаровед, Ростислав Животовский, инженер-геодезист. В общем, весь срез и национальный, и социальный. Машина репрессивная не щадила никого. И если говорить про вот эту типографию, то нужно, конечно, упомянуть революционерку Ветрову или Ветрову, я не знаю. Об этом, конечно, следует рассказывать в бастионе Турбецкого, господи, в тюрьме Турбецкого бастиона. Она себя сожгла заживо, облила керосином из лампы. Здесь у нас, видите, милый какой дворик. Там вот очень органично вписалась веншахта от бомбоубежища. Это, кстати, фабрика принадлежала, точнее, была фабрика по производству роялей, дрезинская фирма. Ветровая не единственная была. Потом уже в Шесельбурге Грачевский народоволец также поступил, обложил себя портянками и сжег. Вот тут я как-то рассказывал, вот именно здесь у нас была сцена, где вот здесь вот сидела крыса, на нее смотрел кот, а на кота смотрел такой упитанный мужчина в полном расцвете сил. Повешены прекрасные таблички, видите, архитектор Воль Рад. Но я уверен, что, конечно же, для местных они пустой звук. Вот этот дом, доходный дом, я буквально вчера рассказывал только не про этот дом, а про другой дом на Чикаловской. Помнишь, да, про общество? Было такое императорское, человеколюбивое общество. Оно берет свои истоки еще с Александра Первого. Потом оно существовало, естественно, под патронатом вдовствующей императрицы его матери, которая вообще после смерти мужа очень многое время и сил, и денег уделяла благотворительности. Ну и, в общем-то, порядка 30 учреждений было под ее, так сказать, мягкой рукой. И вот это императорское человеколюбивое общество, оно открывало приюты, страноприимные дома, значит, дома презрения, дома дешевых квартир, так называемые. И вот строило из себя объекты недвижимости, которые потом служили для пополнения их казны. Ну, то есть, надо же на чем-то делать деньги. Мы сейчас тут будем петлять, нырять дворами, причем показать свои любимые. Вот очередная мечта советского гражданина. Лоджии, видите, вагоночками отделанные. Как же без них? Вот этот дом очень интересный, с такими окнами горизонтальными в подъездах. Дядя синий, синяя борода. Знаешь сказку? Сейчас он тебя съест. Мы находимся между переулком Макарова, бывшим Сачев переулок, и Лермонтовским проспектом. Лермонтовский проспект был назван так по двум причинам. Самое главное заключается в том, что если поехать туда, налево, ну, мы выйдем на Лермонтовский проспект, но ненадолго. Можно выйти здесь, мы выйдем здесь. Давай здесь вот так вот поныряем. Посмотрите, очередное, видите, усиление стены никак не обусловлено эстетически, а обусловлено чисто функционально. Подпирает дом. Можно выйти вот там, обратно, в переулок Макаренко, но мы выйдем здесь, потому что так интереснее. Я, кстати, хочу сказать, что мы сегодня идем по маршруту, по которому я только частично один раз водил группы. А часть этого маршрута я вообще показываю в первый раз, даже экскурсантов я по нему не водил. Вот это Лермонтовский проспект. То есть если ехать туда, к обводному каналу, то там по левой стороне будет Николаевское кавалерийское училище, бывшее вот это юнкерское, которое раньше базировалось на месте современного Мариинского дворца, построенного для старшей дочери Николая Первой Марии Александровны. Затем там, соответственно, был Государственный совет, а потом туда заехал наш, ну сейчас там парламент, находится Санкт-Петербургский. Ну и, соответственно, поскольку он и приехал, вот в честь этого события и был назван проспект. Хотя сам Лермонтов там не учился, по факту. Да, то есть вот такой, ну не то чтобы притянуть за уши факт, тем не менее, давай налево еще раз. Все, домахнем. Видите, какая высокая арочка. Вот прекрасный кораблик. Кстати, не единственный раз мы будем встречать такой кораблик, но про Маури. Опять-таки, обратите внимание, видите, усиление стены идет. Какой страшный зверь. Обычно, вот как раз мы выходим туда, в эту арку, но здесь я, во-первых, хочу вам показать прекрасную избушку, не на курьих ножках, правда. Причем, смотрите, это вытяжка из всяких там ресторанов и прочего, да, а вот эта вот большая длинная труба, это уже не из ресторана, это как раз из бомбоубежища идет труба. Я вам сейчас хочу показать один из милейших садиков. Я когда его обнаружил, я очень долго умилялся, потому что это, я уже давным-давно за этим всеми слежу, была в свое время такая передача очень милой ручки. Там, значит, чувак постоянно из говна и палок сооружался, помнишь, да, вот это все, всякое якобы. Вот, я думаю, что здесь ему был самый настоящий простор, потому что сейчас вы увидите, ой, котик точит гадки о шину. Вот, совершенно потрясающий садик. Ну, здесь, вот, например, видите, из горшков сделана у нас какая-то матрена, пёс-тузик. Запах чудесный, да. Я сегодня немножко буду защищать петербургские дворы, потому что я вам буду показывать, что на самом деле не только обоссованные углы существуют, действительно, существуют очень милые, приятные закутки. И, в принципе, вот в этом дворе я бы жил бы. Ну, то есть, если вы, особенно если на последнем этаже продавалась бы квартира, вообще без вопросов. Вот, что я хочу показать. Нам надо будет туда пройти, вот, видишь, это сделано из этих бутылок пятилитровых, из которых воду набирают, эти свинки. Я считаю, это вообще агоний. Ну, супер, супер. То есть, душа радуется, когда ты заходишь вот в такое. Кто-то не может дверь открыть. Помачь ему. А мы возвращаемся с вами в переулок Макаренко по ряду причин. Так, тут надо очень быстро выйти, потому что тут очень, очень короткое это. Вот это бани. Ну, это и сейчас бани, на самом деле, принадлежавшие, собственно, этому самому Сачеву, через которого и был назван переулок. И вот здесь в дворе был построен мост, временный. Временный мост, потому что... Почему? Потому что рухнул египетский мост, мы сейчас к нему выйдем. И этот мост был крайне неудобный, потому что, ну, извозчикам приходилось поворачивать под углом в 45 градусов. Здесь у нас прекрасное сочетание стилей. Вот это вот, видите, Никоровский дом, где это Никора, вот эти вот все гирлянды, вот эти рога изобилия, такая зрелая эклектика. А это уже абсолютно рациональный, рафинированный модерн. Вот если бы не вот те колоночки наверху, то, собственно, это уже такой предвестник конструктивизма и функционализма в Пауниве. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно смотреть на ваш плечелку просто? А ты не боишься заразиться чем-нибудь? Вдруг у тебя такая же вырастет потом? Мама тебя убьет. Да не убьет. Не убьет? Смотри, какая блатная девочка. Твоя сестра? Да. Ты рулишь сама, что ли, бегаешь с ключами от Ситроена? Нет, это просто, это просто мы по очереди носим вещи в машину, так как мы на три дня с ночевкой в лес. В лес? Да. Это очень хорошо. Ну, в наш новый дом. В наш новый дом? Мы строим дом в загородном. Вы строите дом в загородном. В поселке Левашово. В поселке Левашово. Но это не очень далеко, я хочу тебе сказать. Да вы блатные детишки. У вас квартира в центре, дом в Левашово. Это очень хорошо. Ваши родители очень постарались для того, чтобы у вас было счастливое детство. Поэтому передайте им, что они хорошие родители. У меня и так счастливое детство. Автоматический нерф. Нерф? Да. А что такое нерф? Это такие пистолеты, они вот так. Ну, понятно. Они такими пулями, а у меня автоматический нерф, он им вот так стынет. Ну, а я в твое время, в твои годы, из рогатки пулял. Это, наверное, не так, конечно, безопасно. Я из автоматического оружия. Я пойду. Безопасного. В глаз попадет ничего не будет. Молодец. Видишь, у тебя более счастливое детство, чем у меня. Потому что у нас, конечно, в школе было пару эксцессов. Особенно с бомбочками. У нас от бомбочки одному парню в глаз залетела вот эта искра, и все, и он лишился глаза. Это был у нас большой скандал в свое время. 121-й школе. На проспекте науки это дело происходило. Мы выходим на фонтанку. Вот этот самый египетский мост восстановленный. Он рухнул. Он был цепной. И, ну, как и многие мосты на цепях, вот знаменитый есть, был мост возле третьего отделения у царя у нашего, верных слух, довольно. Вот хоть у Тимашева, Тимашев, министр внутренних дел, выясекут прибольно, дарят наказание так удару доста, будешь помнить, здание у цепного моста. То есть, вот этот цепной мост он тоже вошел в... Ну, и конкретно не этот, а тот, но они были типовыми. Ну, и здесь, соответственно, шли у нас какой-то полк, я уж не помню, но не лейпый гвардейский, да, конный полк, и рухнул под ним мост. Попытались списать на то, что был резонанс, и от этого, соответственно, он и рухнул. Но было объяснено, что лошади в ногу не ходят, поэтому резонансу тут взять неоткуда, взяться неоткуда. Поэтому, соответственно, пойдем быстренько перейдем. Да, и вот пока он был в разрушенном состоянии, я подставлю фотографию, чтобы вы увидели, как это дело происходило. Пока он был в разрушенном состоянии, как раз он был построен... нам направо. И был построен вот этот временный мост. Но как он временный? Он во временном состоянии прослужил потом 51 год. То есть подтвердив с собой знаменитую формулу, что нет ничего более вечного, чем временного. Ну, я специально вожу такими всякими хитрыми путями, потому что так интереснее намного, что солнце светит. Украл просто у девочки очки в очередной раз. Привет! Привет! Не знаю, кто такой, но, наверное, он меня знает. Да. Вот здесь будет очень у нас интересный момент. Дело в том, что... Ну, во-первых, хочу показать милейшую стенку. Помните, вот буквально недавно я вам показывал вот эти вот колоночки на самом верху в этом модерновом доме? Вот как можно прекрасно оформить Брандмауэр такой милотой. Да, то есть сделаем наш город немножечко ярче. Добавим в него красок. Просто, чтобы вы понимали, на контрасте там не выйдете. Ну, вот, собственно, как это было, да. Причем, разумеется, что там опять-таки как все криво построено, все вот так вот гуляет туда-сюда, божечки-кошечки. Да, так вот, здесь хотелось бы, конечно, вас провести вот туда, но там, блин, границы на замке, там просто ворота закрыты намертво. Вот идет у нас, смотрите, такая аркада. И вы меня спросите, что было в этих арках? Я вам отвечу, ничего в них не было. Эта аркада, она построена просто, опять-таки, как элемент усиления стены и ничего более. Потому что, опять-таки, даже посмотрите, вот здесь, видите? Вот. Даже здесь ребра жесткости установлены. Поэтому не нужно искать в каждой нише какой-то... Ну, то есть, очень часто спрашивают, а что было в этой нише? Никто не знает, на самом деле, потому что, может, и ничего и не было. Иногда эти ниши устраивались для каких-то вещей, а иногда они просто вот были задуманы для каких-то конструктивистских, функциональных тем, для красоты. То есть, кто их разберет? Заказчиков, архитекторов, что они хотели этим сказать и прочее. Мы сейчас будем выходить и наблюдать гостиницу, которая была построена в 53-ю победу Великой Октябрьской Социалистической Революции. Вместе с ней, кстати, был построен БКЗ Октябрьский, благополучно отправив под снос греческую церковь двориспорта юбилейный. И дело в том, что это ну, это такой вот рафинированный советский модернизм. Там, кстати, наверху потрясающий бар с чумовым видом. Если что, можете, так сказать, его посетить. В сезон надо, конечно, там столики заранее резервировать. Вот, видите, висит замок. Мы тут просто бы не вышли. Зато как удобно стоит у людей блок от кондиционера, да? Прямо на земле. И... Ну да, такие бывают у нас машины. Значит, когда обсуждался этот проект, никому даже в голову не пришло посмотреть на него в перспективе. все просто ну, смотрели на него как на проект. И уже когда он был построен, ну, естественно, есть байка, что когда кагубисты нам сюда направо, когда кагубисты туда забрались, они увидели, что открывается вид на Адмиралтейские верхи, и, соответственно, типа, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, это байка, я думаю, на самом деле. Вот. Но смотрится, как, кстати, народное тело. Но, опять-таки, мы знаем, что могло бы быть, если бы у нас был Лужков, допустим, здесь бы, да? Поэтому это еще более-менее. Вот это совершенно потрясающий дом по проекту Алексея Бубыря. К сожалению, после реставрации фасадов он утратил тот колорит и ту фактуру и структуру, которая была у него изначально. Я подставлю картинку, как он выглядел. Это прям пик, на самом деле, творчества этого замечательного архитектора. Я рассказывал про него и на Стремянной улице, показывал его совершенно чумовой дом с мухоморами, со всякими тварями. Это уже такой предтеча действительно авангарда. То есть, Малевич, Кандинский очень круто оценили бы формы. Мы там, окажется, внутри. Давай сейчас сюда зайдем. А сюда мы не зайдем. Зачем? Не помню, зачем. Нет, это не проходной двор. Я уже сам начинаю путаться. Зачем мы сюда зашли? Тут есть что-нибудь интересное? Там уникновенная лестница. Так, нет. Пошли отсюда. Если бы это была моя первая экскурсия по проходу дворам, я бы, конечно, вам что-нибудь сказал. Нет, подожди, мы там должны были выйти. Вот там. а почему мы не выходим там? Ах, вот. Я уже сам иногда, извините, путаюсь, потому что, ну, дворы, они все иногда у тебя просто скручиваются в один. И ты так смотришь, иногда потрясающе картинку тебе присылают, типа, Павел, это где? А, нет, нет, здесь мы не вышли. Это я, слушайте, это реально, это я путаю с другим двором на самом деле. Да. Вот глухая стена. Ой, глухой Бранмауэр. Тут нет. Можем, кстати, пойти вот здесь и там выйти, но мы туда не пойдем, мы пойдем как раз в двор этого дома. Очень они любили обрабатывать первый, иногда первый, второй этаж, вот лидверь, бубырь гранитом таким серым. Обратите внимание, какая здесь арка, то есть она не полукруглая, она не квадратная, она вот такая, трапециевидная. Это, ну, большая редкость. Павел, что было в этой арке? Она не знает, что это. Хотя, это зачем? Например, тут свой вопрос. Дело в том, что владел этим домом Константин Капустин, это был такой, сейчас бы просто была бы звезда, на самом деле, инстаграммов и всего остального. Один из первых у нас автогонщиков. Вообще, автогонки в то время, ну, я всегда говорю, как сейчас, не знаю, гонки на самолетах. Он выиграл несколько гонок, он установил в свое время рекорд на французском автомобиле мощностью, запредельной мощностью 12 лошадиных сил, он стартанул со скоростью 57,7 км в час. И это на тот момент было что-то с чем-то. Вот очередная приятная вещь. Стена такая с плющом, идущим по Бранмауру, замечательный балкончик с цветами. То есть, в Петербурге есть место прекрасному. Вот этот дом полностью расселен. Интересно, конечно, его показать в фонтанке, но я думаю, ничего страшного. про Бабыря в основном пишут искусствоведы и пишут так, что если вот, ну, как бы рассказывать этим языком, то немножко ты начнешь плавать. Куда нам здесь? Наверное, сюда. Или туда. Или сюда. вскрытие покажет. Я не верю, что сюда. Ну, пошли. По-моему, нам надо было обойти с этой стороны и пройти. Вот она, смотрите, бывшая дворницкая. Видите? Ну, мы не будем что-то прям в наглую соваться. Может, там люди... Нет, нам не сюда, потому что это просто двор. Но зато здесь есть, вот смотрите, такие скрепы. Ну, я имею в виду не скрепы, наши русские скрепы. Да, я все правильно надо было обойти из переулка. Вот. Это связи. Связи только уже более современные, то есть продеты сквозь здания полосы. Вот это черная лестница, кстати, типичная. Лестница номер два. То, где пахло у нас всегда кошками. Да, черная лестница, вот черные двери. Если как-то грустно, бахни, бахни, и все будет. Очень полезный совет. А вот это, между прочим, это уже из квартир, это из подсобных помещений идет. То есть, вот здесь идет ремонт, и, скорее всего, это была какая-то кладовка, или еще что-то. Видите, с вентиляцией такой сделанной. Сию неспроста. Ладно. Выйдем отсюда. Все-таки нам надо было там идти. Опять-таки, хоть и гнилой двор, но, смотрите, тумбочки, клумбочки стоят. Не могу сказать, что они прямо очень сильно обнадеживают человека, который туда входит. Мы находимся в районе, который называется Коломна. Вот он характерен такой атмосферой. День деньской, самый разгар. А вот, посмотрите, машины стоят, людей нет, а на выходных тут вообще все вымирает. Здесь очень удобно экскурсии, потому что как бы можно людей вести прямо по проезжей части. Никто их фактически не собьет. Мы наливо сейчас. Мы двигаемся вдоль фонтанки, чтобы вы понимали. Да, точно, в Люблинском переулке. На самом деле, мы еще окажемся здесь и будем смотреть на другое здание. Вот сюда нам. и вот так вот можно выйти обратно на фонтанку. Редкая для Петербурга вещь. Смотрите, квартира 20, 21, 22, 23. Не как мы привыкли, 3, 8, 64, 1, да, нет. Нормальная нумерация. Ну и там, конечно, стоит еще пару слов сказать вот про этого человека. У меня есть отдельная книжка Августин Бетанкур. Почему? Потому что нас там будет встречать их экспедиция заготовления государственных бумаг. Вот очередной. Видите, у нас Контерфорс. И вот здесь прямо видно, как все это дело усиливается. Господи, как? Какое счастье у людей. Это почему кухня, судя по всему, печеньки, любимые тюлевые занавески. Но зато ты выходишь с другой стороны, ты выходишь и сразу ты на фонтанке. И это, кстати, та часть фонтанки, которая, опять-таки, она менее, если бы так можно выразиться, проездная. Вот туда, ближе к Нескому, там, конечно, постоянно пробения. Вот. Значит, это старое здание, это более позднее здание, ну и дальше еще более позднее. Здесь во времена Российской империи печатались ассигнации, да. Проблема была в том, что раньше ассигнации очень легко было подделать, перед Бетанкуром стоял вопрос, как с этим бороться. Он вообще приехал в Россию, когда ему было уже полтинник. Я всегда говорю, что эта фраза, что, ну, из фильма «Москва слезам не веришь», что жизнь начинается, 40 лет только жизнь только начинается, вот для Бетанкура вторая жизнь началась в 50. Пошли сюда, зайдем. Я тут кое-чего из этой книжки выписал, но, правда, то, что не относится к... А это, по-моему, не проходной двор, кстати. Да? Да, зато елочка растет, видишь? Да. Это двор не проходной. Кое-чего выписал, что то, что мне показалось интересным про его персону. Некоторые, буквально, факты. Ну, вот, например, он поступил на службу герцогу вальденбургскому и когда он инспектировал нашу водную систему, то писал, здесь могли за взятку пропустить всего 40-50 лодок, задерживая пропуск 500-600 судов, что способствовало наживе крупным спекулянтам, которые умело повышали или понижали цены на продукты и топливо. Видите, как все в нашей Россиюшке стабильно. то есть меняются времена, не меняется суть. Да, и надо сказать, что он, кстати, действительно заведовал не только там в будущем железнодорожными начинаниями, но и его действительно всеми водными магистралями. Так, мы вышли с вами на английский проспект и идем вот туда. Ну, или вот, например, как он жил. Бетанкур вставал ежедневно в 5 часов утра, помылся казанским яичным мылом и чистил зубы специальным голландским табаком. Вуаля. После завтрака обязательно состоявшего из крепкого заваренного кофе бутербродов с черной астраханской икрой приступал к работе. Второй завтрак мы подавали в рабочий кабинет. Он состоял из икры, ветчины, гусиной печени, из раз с кашей или жарково-по-гусарски. Иногда ко всему этому полагались сочни, сыром или со сметаной. Вот здесь хочу показать одно симпатичное здание. Короче, ЗОЖ для бетанкура был не характерен. Опять-таки, как можно сделать при наличии желания и средств очень симпатичный фасад. Там у нас какой-то бю-бю-бю-тик. Вот видите, какое милое здание. Мне очень нравится, как они сделали ручку свою. Красота. Не самый приятный пассаж про Александра I. Из многочисленных разговоров с его императорским ведичеством Бетанкур быстро усвоил, что государь русских людей не любит, презирает и считает практически всех с восточными варварами, которых нужно облагораживать и прежде всего европейским образованием. Нам сюда. Своих мыслей широкому кругу он не поверял. Так, и вот здесь у нас будет сейчас такой небольшой квест. Там у нас, кстати, я думаю, где бы нам закончить, мы можем закончить там. Это площадь Покровская, где стояла церковь Покрова. Такое центральное место поэмы «Медный всадник» Александра Сергеевича Пушкина. Но вот здесь вот мой я любимый Мран Маур, я вожу здесь экскурсию обычно по осени, и осенью вот эта картина предстает не в таких радужных красках, а не сликовынных. Здесь есть еще один прекрасный закуток счастья, такой мощный. вот смотрите, как прекрасна жизнь. Сколько не вожу людей, они все время поражаются этой жести. и здесь мы можем пройти далее. «Медный всадник» 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 Очень интересная была система... Пойдем, вернемся. Найма рабочих. Вы следуйте за мной? Мы просто сейчас еще один такой кружок сделаем. Ну, это же деньги, да? Что делать для того, чтобы их не воровали? Значит, туда нанимали по рекомендации двоих работников. Если человек, которого они порекомендовали, попался на воровстве, увольняли всех троих. Плюс там были повышенные зарплаты, плюс там были казенные квартиры, то есть они халявное жилье имели от конторы. Плюс всякие там прибавки премии и т.д. и т.п. И плюс, на самом деле, у нас было такое явление, как награждение всякими орденами, медалями и так далее. Что, конечно же, способствовало мотивации работников к этому. Во время войны здесь перепрофилировали производство для того, чтобы делать пищевую целлюнозу, которую добавляли непосредственно. Вот смотри, мы заходили там, а сейчас мы зайдем вот здесь. Follow me. Милейший закуток. Вот пойдем сюда поднимемся, я покажу, где мы заходили. Вот это. Вот там мы были, вот этот Бранмауэр. Как тут у них аккуратненько плиточкой все заделаны. Какая милота. И выход в тридевятое царство, тридевятое государство. Вот видите, доски, да, их пропитывают специальным составом и поднимают на крышу, потому что крыши все деревянные. Сейчас я вам покажу уютнейший закуток счастья. Здесь у нашей любви села батарейка и пришлось ее менять. И я хочу пару ремарок сделать. Ну, во-первых, проходя во дворе дома Бубыря, я не обратил ваше внимание вот на этот замечательный большой художественный элемент. Можно что угодно подумать. На самом деле это очередной Контерфорс, который этот замечательный Зодчий в своей совершенно панковской манере сделал в виде фаллического символа. Он вообще любил жечь напалмом. Можете погуглить его дом на Стремянной улице. Просто забейте, архитектор Бубырь, Стремянная улица. И нажмите картинки, посмотрите на разные элементы, которые там есть от мухоморов до всего остального. Он был в одной из моих предыдущих экскурсий. Ну, а про целлюлозу я не закончил фразу. Целлюлозу начал в своей абсолютно ублюдской манере, как всегда ее прервал, следуя, так сказать, маршруту. Целлюлозу добавляли в хлеб. И, соответственно, во время блокады вот эту фабрику, госзнак, активно немцы пытались разбомбить, но у них этого не получилось. Я помню чудное мгновенье, как ты варила мне варенье. Все, заработало, эстетик заработал. Так, пошли отсюда. Что-то мы уже без малого час гуляем, а так время быстро летит, так время быстро летит, когда... А нет, мы сейчас опять же крутанемся, только мы теперь по-другому крутанемся. Видите, какие красивые гаражи, оптимистичные во всех отношениях. Здесь есть у нас прекрасное народное творчество, еле угадываемое. Кто-то попытался немножко разукрасить. Да, это уже не народное творчество, это, собственно, второй момент, ради которого я сюда вас завел. Ну, обычно люди пишут, которые смотрят мои видосы, и пишут потом, что типа это я. Я говорю, ну окей, я буду знать. Поэтому, может быть, и автор этого замечательного произведения мне напишет. И вот мы снова сюда идем. То есть, видите, можно было пройти так, можно было пройти так. В этом плане... Ой, пакет. Вы помните это American Beauty фильм, красота по-американски? Только там был белый пакет. И он сам по себе так кружился. И это было самое завораживающее, то, что видел один из главных героев. Потрогай. Он... Он кусается. О, он нас преследует. Побежали отсюда. Здесь даже пакеты ненормальные. И вот мы снова выходим на речку Фонтанку. И можем продолжить наше исследование личности прекрасной Августина Бетанкура. Я же не зря вам тут закладывал закладочек всяких разных. Так, это то, как он у нас ЗОЖ не соблюдал. Это про государя, про нашего прекрасного пляшева, еще угольврага труда, как его называл А.С. Пушкин. Ну, потому что видите, какой здоровый комплекс на самом деле. Ха, Каменноостровский мост был построен Августино Бетанкуром, был единственным, единственный мост, который выдержал наводнение 1824 года. При том, что из дерева, естественно. Ведь Манеж, кстати, в Москве тоже, он с деревянными балками был запроектирован. И он, собственно, стоял очень долго. Балки прогнулись, но не упали. И вот этот дом, тоже ради которого я все это затеял. Один из моих любимых архитекторов, который я постоянно упоминаю в своих экскурсиях. Виктор Шретер. Вот у меня есть вот такая замечательная книжка, отдельная про него. Это апофеоз кирпичного стиля. Да, вот здесь мы сейчас направо пойдем. Это я вот там спутался с этим двором. И выйдем к нему. Вот тут очень интересно написано. Тут здесь прямо такая глава отдельная, называется «Кирпичный стиль для блондинок». Да. В России кирпичное производство сосредоточилось вокруг Петербурга и Москвы. Общая годовая выделка кирпича не превышала 760 миллионов одного миллиарда штук, что составляло 10 штук на жителя. В то же самое время в Германии на человека приходилось 60, а в Англии 90, в Америке 150 штук кирпичей. То есть у нас 10 штук на жителя, а там в Штатах 150 штук кирпичей. Вечная проблема, догоним, перегоним Америку. Смотри, оставь надежду всяк сюда, уходящий. Вот, тоже прекрасно. Ну, вот это вот мне очень нравится, да? Очень оригинально закреплено. Ну и вот. Прекрасно. Чья-то кухня. Я ее вижу. Классическая такая. И у нас есть такой сайт для архитектурных задротов. Ну, очень хороший на самом деле сайт. CityWolf называется. И если вы залезете туда, посмотреть, что там написано про этот дом, в принципе, там все скопировано вот с этой книжки. Вот, мне тоже очень нравится. Отличные окна. Видите, как они круто врезаны, вставлены. Прелесть. Там, кстати, кто-то... Не, там не сидит. Там цветочек. Одним из первых характерных приемов кирпичного стиля является комплекс зданий, состоящий из доходного дома и фабрики шелтовых изделий А.И. Ниссона, построенный Шрётером для своего тестя в 1872 году. То есть, поскольку это был тесть, то тесть позволил Шрётеру самореализоваться во всем. И Шрётер самореализовался. Здесь была применена масса всяких новых технологий. Значит, участок, выходящий на три улицы, Шрётер застроил таким образом, что четырехугольный дом располагается по набережной переулке, четырехэтажная шелкатская фабрика в глубине, на предельной улице. То есть, вот там находится фабрика, мы мимо нее будем проходить. Так. Это все не надо. Рациональная планировка квартир. В каждом этаже жилого дома располагалось по четыре квартиры, в которых имелись передняя кухня людская. И ватер-клозет. Людская. Да, то есть, где ваша людская находится в вашей квартире, где ваши живут слуги, которые вам варят кофе, массируют пятки перед сном, как баром и прочим. Значит, мне очень понравилось, чтобы подвалы были сухими, вдоль фундамента на расстоянии около 10 сантиметров вывели особые стенки, сложенные в четверть кирпича на цементе, и проложили изолирующие слои из асфальтового туля. Подвальный этаж предназначался для дров. Здесь помещались также швейцарское, кучерское, дворницкое, прачечное помещение для пневмонтических печей водомера. Потолки были устроены на деревянных балках, смазанные смесью из кирпичной крошки, строевого мусора и глины по войлоку. Концы балок обвивались асфальтовым тулям вместо войлока. Чердаки разделялись так, чтобы каждая квартира отводилась по особому помещению для сушки белья. И вот, в пристройке к жилому дому по предложению Шретера изоляцию сделали смесь битого старого стекла, втертого в ровный слой из листкового раствора. Этот способ был впервые примененен в Петербурге. Ну, то есть, в общем, сплошной, сплошной ноу-хау. И я вам подставлю картинку вообще плана этого дома, потому что здесь сохранился очень интересный объект, вот этот вот неприметный абсолютно, это ледник. При том, что в этом леднике лед располагался сверху, а не снизу. Ну, понятно, что вот это вот у нас уже не Шретер построил далеко. На самом деле, ледник переделанный чей-то гараж. Вот есть схема. Ну, вот она у меня плохо распечатана, да, этого ледника. Я вам подставлю ее в нормальном виде. Вот как он выглядит. Вот, смотрите, хранятся всевозможные эти припасы. Вот такая тетенька заходит. Да, и вот схема самого дома. Тут у нас чего-то конец. Значит, это ледник у нас. Значит, дальше у нас получается старый деревянный дом, где у нас план сараев, конюшен и так далее. Пойдем сюда. Значит, у нас тут есть конюшни, экипажные, сарай, экипажный сарай, кухня и столовая для рабочих, дрова, 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 кучерская. Да, я это не снимаю, я подставлю. В общем, целое, на самом деле, подсобное хозяйство обеспечивало жителей этого дома. Потому что вот этот вот дом непосредственно, да, а вот фабрика, шелкотканная фабрика Нисона. То есть, это как раз яркий пример того, как, такое частенько случалось, как у нас в квартире газ. Все, надо закругляться. Опять слова начинаю терять. Как у нас преображается, на самом деле, город, потому что, ну, нам сейчас сложно представить, что здесь было какое-то производство. Да, вот черная лестница. Это, кстати, старые, прикинь еще. Я такую уже давно не видел. Да, такие коды раньше старые были. Как мило, а? Ну, это черная лестница. Тут как бы мало что интересного. Все, сейчас дети меня увидят и уже никакой маме не пойдут. Опа! Опа! Америка, Европа! Да, такие у вас. Вот тут креативненько, стильненько, креативненько. Можно выйти, конечно, там и закончить на садовой. Но здесь прям такие потрясающие опять виды открываются. Вот это вечно для меня проблема. На самом деле, куда везти? Ведь можно пойти налево, можно пойти направо. Вот видите, какой чудесный переход между домами, да, которые ведут вот сюда. Давай зайдем. Вот это флигель. Вот здесь уже, видите, не предполагалось тут вам никаких ни ковров, ни этих, ни печей, ни швейцаров, ничего такого. Потому что он смотрит на следующий флигель. И вот они вот так вот и идут один за другим. Здесь аж четыре квартиры. Это примерно как в моем доме. То есть сюда уже селилась публика попроще. Ну вот это, конечно, конструкция шедевральная просто. Там идет... Почему открыты все двери? Там тоже идет ремонт. Наверху у нас на... Здравствуйте. Вы верите в Бога? А в дьявола? Нет, да. Давай не туда. А почему нет? Нельзя? Извините, я не сверился с кодексом задавания вопросов. В следующий раз обязательно это сделаю. Где вроде чувство юмора? Я иногда просто поражаюсь. Пойдем здесь выйду на фонтанку. Мы можем выйти вот там на садовую. Но мы выйдем здесь на фонтанку, потому что мы пока двигаемся по этой стороне. Я там взял отдельный проход. Вот мы, я думаю, закончим на фонтанке 185, где мы доснимем потом. Здравствуйте. Вас приветствует компания «Синяя голова» и прочее. Вот здесь тоже прекрасный острый угол. Мне очень нравится. Видите, какая ляпота. Красотулечка. Да, потому что нас идут уже в доме-утюге, где мы тоже договорились зайти в гости. И нам надо с тобой вернуться. Мы пойдем с тобой потом вот сюда. Но это не сегодня, а завтра. Это дом, о котором у меня есть отдельный сюжет. Вот следующий, видите, прекрасный торчит эркер кирпичной фабрики Нисона. А это дом, где жил вообще-то Александр Сергеевич Пушкин. И ему посвящена... Ой, что, уже закрыто, а? Да, не получится зайти. Здесь мемориальная доска, вот видите? Вот она. Но дело в том, что как бы здесь Пушкин жил. Это правда. А дальше есть дом, где тоже висит мемориальная доска. И тоже говорит о том, что Пушкин жил в это же время. Потому что этот дом, ну, он изначально был пониже. Я вам покажу картинку, как он выглядел. И он принадлежал адмиралу Клукачеву. И Пушкин приехал сюда сразу после лицея. Родители жили, вот обратите внимание, это сейчас у нас такой центр-центр. А тогда это был самый вообще... Ну, не буду говорить слово жопа, да? По-английски назовется The Back of Beyond. То есть, Попа Мира. И не могли они себе позволить квартиру вот в тех краях, где он потом жил, там, на Бойке, например, да? Или на Галерной улице. Или, как говорили, в Галерной. Сейчас я вам хочу показать свой любимый балкончик. Ой, иди сюда. Застраховано? Вот, смотрите, какие прекрасные у нас, это, я не знаю, фавны или кто это, пляшущие мужички. Это же прекрасно, я считаю. Ну, о Пушкине мы расскажем отдельно, потому что, опять-таки, нас там будут ждать. Значит, с левой стороны у нас тоже целая, значит, плеяда зданий. Вот там вот, где деревья растут, туда первый повивальный институт у нас вообще в городе. Причем туда, там было 20 коек, где можно было рожать бесплатно. Но туда неохотно приходили, поскольку, ну, не нравилось, что при родах присутствуют какие-то посторонние люди. И, соответственно, наши женщины сторонились такого метода родов. И поэтому часть коек все время была пустая, хотя, опять-таки, на халяву. А вот это у нас крестовозвиженская община сестер Милосердия. У нас, как бы, есть все время такие, знаете, задержава обидно. Вот Флоренс Найтингелл, мы все знаем, которая там помогала несчастным солдатам во время Крымской войны, ну, солдатам противника. А ведь на самом деле, вот, несколько сестер вот из этой общины поехали в Севастополь под крыло Пирогова-хирурга. И потом вернулись оттуда и получили даже награды. То есть это фактически у нас предшественник Красного Креста, только отечественный. Ну и затем они же участвовали в событиях русско-турецкой войны 1877-1878 годов и так далее. Целый, опять-таки, комплекс. Одно из зданий было построено по проекту Юлия Бенуа. Там у нас морской госпиталь. Дальше у нас начинается Калинкин мост. И, соответственно, там у нас старый предельный дом, бывший, потом переделанный в Калинкинскую больницу. Это наш первый КВД в городе. Об этом тоже у меня будет и есть такой стоячий рассказ, но будет еще отдельный проход. Сейчас не буду на этом акцентироваться. А мы с вами выходим на угол дома, который был построен по проекту архитектора Шауба. Кстати, могилу которого я показывал на Смоленском и Терранском кладбище, когда у нас была там проходка. Это как раз-таки пример того, как... Давай мы сейчас перейдем в улицу и покажем это здание с угла, чтобы было видно. Он-то не хотел, чтобы оно было таким лапидарным. Он хотел его украсить, сделать более неоклассическим, но владелица пожалела денег. Это дом Коломенской свежей части, построенный по проекту архитектора Железевича. Про что много чего можно рассказать. Но для меня это, конечно, интересно тем, что отсюда сбежал один из народовольцев Пресняков. Вот, его отбили, что говорит о системе вообще полиции в то время. Вот, видите, дом утюг он называется у нас в народе. И сейчас мы зайдем в одну из недоделанных квартир этого дома утюга. Но прежде чем переместиться в нашу следующую локацию, хочу показать вам вот эту фотографию. Это наши войска уже победным маршем идут по набережной реки Фонтанки. И на заднем плане слева виден упомянутый дом утюг. Обратите внимание, что если присмотреться, то можно увидеть, что на первом этаже нет окна. Там находится какой-то павильон. Возможно, это газетный киоск. Возможно, это киоск, где продавали мороженое. Может быть, даже киоск, где чинили обувь. В данном случае неважно, но следом я хочу вам показать кадры из советского фильма «Ключ без права передачи». И обратите внимание, что здесь также нет окна, а есть телефонная будка. Ну что, пойдем внутрь, тем более начинается скоро дождь. И нам бы надо бы, конечно, бы. С Фонтанки все-таки мы пойдем? Ну, пойдемте с Фонтанки. Мы как раз там мимо проходили. Ну, хорошо. Мы пойдем там, где красивее. Вот эта территория, она вся тоже, кстати, пронизана проходными дворами. И у меня вот я тут буквально сегодня наметил очередной маршрут, который никогда не водил. Что-то небо хмурится. Ай-яй-яй. А у меня, прикиньте, сегодня экскурсия. Я хотел ее провести с иракезом. И вот теперь думаю, может, смыть его нафиг? Потому что если пойдет дождь, это все поплывет. И я буду, знаете, как в клипе какого-нибудь там... Дэв металлического ансамбля. Ну, хотя, с другой стороны, я же синяя борода. Меня должна природа покарать, наконец-то, все за это. За кризис среднего возраста, за дешевые понты, за... Что там еще мне обычно напоминает? Давай. Как говорится, name it. Часовню недавно восстановили. Между прочим, ее не было. Повивальный институт был назван в советское время именем Урицкого. Заходим? Да. Так, заходим. Второй этаж налево. Второй этаж. Можно с вами дверь, правда? Да, мы сейчас выйдем через кухню. Да, так вот имени Урицкого я был. Повивальный институт был. Господи, чем только не называли. Вот это одно открывается, но этот дворик треугольный здесь. Ага. Вот у меня просто входа, ключей нет от входа туда. Ничего страшного. Вот, крошечный прелест. Вот, потому что, видите, типикал двор-колодец, но это он еще большой, есть и поменьше. Но просто это же. Ну да. Так. Великом Тузе Констракшн. Вот, смотрите. Люстричка раньше висела, вот лепнинка наша, граночка любимая. Что с потолками будете делать? Ну, неизвестно. Неизвестно. Были две маленькие комнаты, но у нас тоже ничего не было. Ну, понятно. То есть это все было... Просто все закроете? Это все было, все перегорожено, как обычно. Да. А вот у нас вид на фонтаночку. Вид волшебный. Ну, да, вид волшебный, собственно. О, вот она наша община. У меня тут экскурсия по доктору не ходит. Андрей Дамиров ходит. Я вас фотографирую. Привет, Андрей Дамирову. Мы его встречали, говорили про него в одном из видео. Вот там моя стеночка перегородила. Все было открыто. Тук-тук, кто за гипроком живет, кто за волшебным живет. А здесь, судя по всему, была так прям отдельно комната и была, да? Ну, я не знаю. По лепнине, да? Вот. Здесь вот это явно что-то заложено. Что-то здесь как-то было перепланировано. Одно из комнат был камин, но его уже выстрелили. Ну, понятное дело. Камин это дело такое. Ага, и вот у нас, вот у нас из ЧО. А сколько какой общий метраж? 247. Злат, иди-ка сюда. Ну вот, кстати, мы туда, правда, не подберемся, но тут как раз виден счастливый вид во двор. Крошечная комната, тут ведь был коридор. Вот это вот окно было, здесь, видимо, только кровать стояло. Вот так они жили. Задали. А сколько здесь было комнат в коммуналке? В этой комнате? Раз комната, два комната, три комната, четыре комната, тут две комнаты. Вот это круглое окно, это две комнаты. А, три. Моя четыре, это шесть, пять, потом шесть, семь, семь комнат. Семи мостя, семи комнатя. Ну, где-то там. Так, ладно. А где, вот вообще, вот прям можно что-нибудь, какой-нибудь арт, что-нибудь, такие вот съемки, что-нибудь, девушки в купальниках. Девушки в купальниках. Так, девушка, давай, достави купальник. Сейчас мы будем тебя тут снимать. Да. Мне прямо жалко, что это пропадает. Просто даром, красота. Кирпич, это всегда выгодно. Да, тут туалет, вот тут, тут, буквально было раньше. Заведение типа сортир. А это куда? А это к вам, да? Это открыватель, это кухня. А, это кухня. О-о-о. Сейчас там будет чудесное детское шею. Вот так вот, если вас противокуплик. Сейчас, сейчас мы сначала, мы сначала покажем садовую улицу. Да, здесь мы собирались сделать лофт-арт-пространство. Лофт-арт-пространство? Да, потому что нашей коммуналке, доскоммуналка, живет здесь музыкант. Он так временно пока там сохранил группа. А потом у нас живет театральный художник. Ага, в общем, все-все-все-все, кому лишь бы не работать, у станка не стоять. А вот у нас, да. Мастер-шерок художника. А вот открывайте щекомлю. А вот щекомлю, да. Я даже один раз думаю, да, как-то. А вы знаете, что? О, а вот она черная лестница. Вот она. Он напишет одному человеку. Да, одному человеку? Он заходит на первом этаже. И поднимается на последний. Так. Захлопнулся, ну что он там... А, ну у вас же есть оттуда? Я здесь просто в двери остался. Оттуда есть. Здесь можно выйти. Выйти. Если бы подняться, там еще так один раз не будет. Ладно, давайте мы вас подвинем. Смотри. Какая здесь есть чудесная констракшн, видите? А это, 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 а это какой-то механизм. Мы ее случайно, эту дверь нашли, да. То есть она была закрыта, да. Да, ну вот это вот классическая, да, черная лестница на самом деле. Ну давайте. Обыденный ремарк сделали стеклянный пол. Вот здесь стеклянный пол. Стеклянный пол. Какой заботливый товарищ. Очень характерный. Давайте сейчас выйдем. А там наверху-то есть, что ради чего туда подняться-то? На этом лифте. Я не заходила, там был чердак, я знала, что он там был открытый. Когда Алая Парусарова взяли и закрыли, я больше не ходила. Можно поднять? Ну, скорее всего, он закрыт. Ну, давай поднимемся, давай, я не могу. Ладно. Для одного человека не делаем все. Для одного человека не делаем все. Это вообще просто что-то. Поднимусь туда. Да. Здравствуй. Добрый человек. Как пахнет. Такая же телега была в доме возле Смольного. Там тоже человек взял лифт, который же ходил на ее последний этаж. Но местные подняли бучу. Ну, там вообще была жесткая тема с мансардой, незаконно построенной. Ну, дезинфицирует, чувствуешь, да? То есть, как бы... Толкай, толкай. Вот он. Да, ясен красен закрыт уже, конечно. С чего бы ему тут быть открытым? Давай пешком спустимся. Я такой милашка, но лифт только для себя одного. Да мы уже идем обратно, на самом деле. Закрыто там, да? Да, закрыто. Ну, я просто чуть-чуть пока не знаю, у кого ключ. Да ладно, мы переживем. Вообще, я тоже люблю по чердакам, по крышам. Зашла волстанье, в общем... Я уже узнаю эту дверь. Выберешь дверь, как? Да. Дверь открывается. У нас вот чердак на сфорный, наверное, зык. Вот, смотри, какая прелесть. Прямо такой час ее... Да ладно, нам там еще одного обещали. Да, тоже. Хорошо. Почувствуйте себя пролетарием, да? Да, это лифт для жалого человека, и это вообще не такое выглядит. Нет, я сейчас не про лифт, я сейчас про древолюционную историю. Это чистый света пережитки совка, на самом деле, потому что... Это не надо лифт, когда его не видят. Ну, вот поэтому он и сделал лифт, чтобы не встречаться со всяким плебсом. Да. И чтобы всякий плебс не пользовался его... Прозрачный пол. Прозрачный пол. Стекло. Стекло, да. Да, недорого это стоит, на самом деле. У нас был такой клуб-порт, назывался. А вот там был стекланный, стеклянный пол. Да? А сейчас нету его? Нет, там сейчас отели, причем такой... Ну, извините, напротив Хисакиевского собора, чего вы хотите. А как отель называется? Слушайте, я не помню, но... Так, куда мы идем? Я не сказал, что-то сюда. Дверь закрыли. А сюда. Ну да, отошли. Я не так все потеряла, потому что никогда из этой двери не выхожу. Да? Нет. Так, заходим. Ну вот этот дворик фамилии, конечно, будет. Смотри, еще советская лифтовая шахта сохранилась. Видите? Притом, заметьте, да, несмотря на то, что, опять-таки, дом высокий, но в древолюции какие-то тут больные лифты. Никаких лифтов. Так, follow me. И вот мы снова здесь. Да. Да, я понял. Ну, наверное, что, мы тогда поблагодарим за гостиеприимство. Всегда рада. Да, покинем этот гостиеприимный дом. Спасибо. Да, вам спасибо. Да, давайте на связи. Спасибо. Да. Чудесно, как все делаете. Да. Смотри, какие тут тоже дремесорные. А, это же для чего? Это же вот здесь, видимо, типа... Это вентиляция. Нет, вот эта вот комната, скажем, надо чего-то сделать. Эта комната, скорее всего, здесь сидел какой-нибудь швейцар. Сидел, да? Швейцар какой-нибудь сидел, да. И караулил запоздавших гостей. Все, спасибо. Ну, собственно, что я хочу сказать. Ветер дует в правый глаз. Встанете сюда, чтобы мне против ветра. Перец думает о вас. Сейчас будет небольшой анонс от меня. Дорогие друзья, меня не будет в Петербурге с 7 по 23 сентября. Экскурсии возобновятся 24 сентября. И в октябре они будут проходить уже в менее интенсивном графике. Тем не менее, все анонсы вы можете смотреть у меня на сайте. Также я публикую это все в своих социальных сетях. Даю анонсы в ВКонтакте и в Инстаграме. По просьбам трудящихся был заведен канал в Телеграм. Это все есть внизу под видео. Книжки мои можно точно так же приобрести там. В свете последних событий со всевозможными организациями типа МД. Я очередной раз убеждаюсь, что вот Роман Корень, который написал еще 15 лет назад, не просто не потерял актуальность, а приобретает ее все более и более. Поэтому можете ознакомиться с этим произведением. Там же в Пандан технология промывки мозгов. Пиар-компания во время русско-японской войны. И путеводитель Невский с перцем. Ну и конечно же эти книги можно купить в Петербурге после моих экскурсий. Они всегда у меня в машине и я их всегда подписываю. В связи с приближением зимы хочу обратиться к жителям Петербурга и Москвы. Прежде всего Москвы я все-таки хочу в этом сезоне активно почитать свои лекции серии Романов без соплей. Расширить их. Там будут и классики без соплей, и правители без соплей. Соответственно мне нужно помещение. Есть уже предложение, но тем не менее, очередной раз обращаюсь. Если вы владелец или вы имеете отношение к какому-то удобному помещению для таких мероприятий, то можете мне написать. Естественно на каких-то условиях, которые мы с вами будем оговаривать. И также там же я надеюсь реализовать свою давнюю идею, которая висит в воздухе, реализовать дискуссионный клуб на всевозможные исторические темы. Аудитория для этого есть, спикеры есть, осталось только найти место. Соответственно жду ваших сообщений на данную тему. Ну а вы, друзья мои, что? Приходите на экскурсии к п.перцу. Мы еще здесь сделаем обязательно маршрут, потому что мы не окучили его с другой стороны, со стороны Садовой. Оставляйте комментарии. Увидимся офлайн и онлайн с ирокезами и без. Остался, я знаете, как это мама дяди Федора из Простоквашино. Осталось всего два платья. У меня осталось всего два, хотя сегодня как говорится, с три лака. И после этого традиционная стрижка на лысо. И уже я превращусь в того, которого все будут, так сказать, холить, лелеять и уважать. Потому что я превращусь в нормального, взрослого, трезвого человека без этой херни на голове. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова